I have ways of blowing things up. Это, кстати, у нас вот эти как раз самоходные повозки. То есть, по сути, машины, которые тоже работают на ворване, насколько я понимаю. Вот. И, ну, это выглядит на самом деле как машина. Тут такие сидушечки две. Вот. Ну, судя по вагонам прицеплены, ну, это как грузовик. Короче, ладно. По заданию. Проникнуть на территорию Дауда. Пойдёмте проникать. Зачем мне эти цепи? И что меня там ждёт? Что? У нас есть руна, кстати, очень близко. И амулет не так уж близко. Центр Радшора. Ага, вон я там уже вижу какого-то перца. Я пытаюсь понять, куда-то сюда мне надо. Или нет. Я могу сюда наверх. Пока выпей-ка эликсирчика. Мне сюда... Не надо, я так понимаю, да? Там вот эти цепи вниз были. Я тоже крайне сомневаюсь, что я туда хочу. Вот сюда мне, скорее всего, надо, потому что руна где-то близко. Я только не понимаю, она под водой или над водой. Давайте я нырну. Посмотрим, что здесь происходит. Она прям 12 метров подо мной. А там есть проплыв какой-то? Может мне опять в какую-то рыбу селиться? Я просто не уверен, что я туда могу как-то попасть. Возможно, это получается подвал того дома. Или как-то еще. Тут я сейчас на самом деле очень рискую. Меня тут могут заметить. Костяный эмулет туда. Где-то здесь, да? Хорошо, раз мы здесь, давайте мы его заберем. Спасибо. Я тоже все заберу. Ну вот, шел за руной, а получается, что схватил амулет. Ладно, это нормально. Давайте тоже сохраню здесь. Вон, вон, вон. Я же говорю, я там видел чувака наверху. Блин, они у меня переставились. Я не знаю, остался ли он жив после этого. Я-то в него стрелял усыпляющими. Вон, два арбалетных болта. Один ядовитый потратил, два арбалетных получил. Глаза ничего не видят. Ты вот туда, наверх не хочешь, никак залезть. Так, тут могут быть еще, ребята. Я лучше спрячусь. Я никого не вижу. Хотя, что, тут реально был только один дозорный? Позорный. Тут вообще какие-то трущобы. Место не очень приятное. Тут можно, ой, тут можно забрать. 50 монет все-таки. Так. Я так понимаю, что это все-таки там где-то внутри. О-о-о. Су-у-у. Их два. Э-э-э. Три. Ну, зато обычными болтами разжились. Окей. Хорошо. Блин, одного усыпил, троих убил. Стандартная схема. Все работает. Вода горит. Все нормально. Ха-ха-ха. Черт. Вот, насчет вот этих ребят. Тоже у меня такой вопрос. А они мне засчитываются в хаос? То есть, типа, если я убиваю явных преступников и явных отморозков, мне это все равно засчитывается в хаос? Я все равно от этого страдаю, да? Ладно. Я, наверное, тогда не буду удивляться тому, что здесь происходит, правильно? Так, там цепь есть. Зачем? Туда внутрь. Туда внутрь, там решетки. А, вот окно, как я могу туда попасть. А, 32 метра. Ну, это явно внутри здания, да? Я сейчас, интересно, у меня пройдет загрузка, когда я буду заходить внутрь или нет? Если не пройдет, тогда руна реально там внизу и все хорошо. Потому что там внизу я не нашел, как проплыть. Надеюсь, я ничего не пропускаю. Да, загрузки не... О, блин. О, блин. Ага, это про меня, кстати. Круто. Круто. Я вас понял. Вот этот фонареглазый сюда идет. О, там наверху еще, ребята. Кстати, я вот что подумал. Нужен ключ Дауда. Если дела требуют попасть к воротам Ротшера, возьмите ключ у меня Дауд. Ну так, блин, ладно. Так, вон там второй чувак, и там наверху еще двое. Это мы заметили. Я заберу. Я так еще ни разу не воспользовался замедлением времени. Возможно, стоило бы. Там были дротики усыпляющие. Дай. У меня их мало. О, письменный стол я открыть не могу. Вон он, вон он. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Светит, блин, фарами. Уйди отсюда, я тебя задушить хочу. Я подожду. Я подожду. Он же не может тут постоянно стоять. А тут у нас, кстати, внутри. Блин, почему это так похоже на руну? Хотя вряд ли это руна. Ну, свали отсюда. Ты че, так и будешь стоять? Болты. Хорошо. Так, тоже ключ Дауда. Для всего этого нужен ключ Дауда. Какое дело. Хорошо. Хорошо, я вас понял. Ключ. Ключ, ключ, ключ. Клач, клач, клач. Без сознания. Супер. Я очень надеюсь. Я, кстати, с этим ни разу еще не сталкивался. Но я очень надеюсь, что они не просыпаются. Супаются. Клач, клачу. 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 Безуси. он его учит краситься что ли да что ли он Девушки отдыхают... Их тут тренируют, обучают. Прикольно. Ну, этому чуваку это, конечно, не помогло, но все же. Это разве не картинка, которую я могу взять? Ладно, нет, так нет, я не против. Так, вон переход наверх. А тут что? А зачем мне сюда? А меня туда и не пустят, я тебя понял. Так. Там сверху чувак ходит. Тут... Ага, можно еще и туда портнуться. Я тебя. Он тут такой стоит, ничего не подозревает. Идет сюда. Минуточку. Я так понимаю, что мой меч является каким-то индикатором. Чем более красный, тем хуже я прохожу. Если меч начинает потихоньку очищаться, то есть вот я их сейчас душу, душу потихонечку, не убиваю. Меч начинает очищаться. Это так работает или это просто случайное совпадение того, что происходит? На вот это второе окошко я еще не знаю. Может быть туда и следует зайти. Посмотрим сейчас. Так. Тут есть крыски-лориски. Скоро разбил нас, сэр. Ага. Я не думал, что это возможно, и все равно сильнейший могу видеть меня от человеческой стороны. Незнакомый наш каш. С нашей школой. Впрочем. Допускай, что он это сделал. Будь на чеку, убей его, если сможешь. Можешь стататься, что видишь нас обоих. Что удивишь нас обоих. Так, я, наверное, сделаю вот так. Вот так. Если там Дауд, я не хочу с ним сталкиваться. Дауд. Нервный человек. Опа. Ага, я тебя понял. На самом деле, мне сейчас подмывает сходить за руной, но на самом деле, я, пожалуй... Я не знаю, что мне делать с Даудом. Никто не должен убить императрицу. Его заставили убить императрицу. То есть, все-таки, это ты, ответственный за убийство императрицы? Ну, это понятно, это были твои люди. Хочу ли я убивать Дауда? Какую роль он здесь играет? У меня есть так-то по-хорошему замедление времени. На него это не работает, я тебя понял. Блин, я нажимаю постоянно перезарядку, а это лечение. А где ты? А вон ты кто? Он хочет, чтобы я его убил. Дайте я ключ его заберу. Стойте. Конец Черной Салли. Отрываюсь в книге о преступниках автора Жюль Ройбин и Городская Стражминочку. Это босс вообще? Я сейчас на секунду в книге отвлекусь. Что он хочет от меня? Чтобы я пошел за ним? Прежде чем власть в Винном квартале захватила Скледжев, там заправляла беспощадная, порочная, алчная Черная Саль. Мало кто из бандитов мог сравниться с ней в жестокости. Кстати, Скледжев потом же всех, кого перебил, помощников, кого боссов. Как многие утверждают, а, как многие уроженцы Морли, она была белокожей, зеленоглазой красоткой, а волосы ее были черны, как сама бездна. Она рано вступила на преступный путь в молодости, промышляла тем, что завлекала мужчин в закоулки, а потом с кривой ухмылкой всаживала в беднягу нож, забирала деньги и избегала, пока несчастный корчился в агонии. Оказавшись во главе банды, она стала еще свирепее. Таких кровожадных главарей в Даунвале не было давно. Салли не чуралась ни контрабанды, ни проституции, вымогала деньги даже с гильдии пекарей. Некий капитан стражи Жуль Ройбин поклялся остановить ее и посвятил этому делу добрых пять лет своей жизни. Однажды Ройбин приказал своим людям развести дымные костры в бочках вокруг Пакгауза, где Салли засел со своей банды. Увидев дым, негодяи решили, что здание горит, и бросились в рассыпную, но на улице их ожидал капитан Ройбин со своими верными людьми. Бандитов накрыли сетью и перебили всех до одного. С черной Салли было покончено. О, ключ. То есть мне его опционально убивать так-то? но он живой до сих пор мне кажется вступить в бой с даудом и решить его участь и у меня пистолет закончился их уже трое что у меня есть еще раз для тебя я просил свою жизнь когда я убил твою импрессу и убил ее девушку что-то произошло внутри меня теперь я вижу дизайн на боках твоих рук знаков на университете и я помню все, что я сделал годы ждать на правильный момент чтобы подойти назад и двигать к нему между ногами не стало все деньги выхватывая руки одного ровного или другого убили одного из них один год и они не могут убить его и вернуть на следующий я помню спрятаться на куринах а слушать как dışвы спрашивали что я буду меня меня я То есть, он такой же, как я, просто не удержался от соблазна. Костяный амулет. Живи, чувак, я почему-то ему верю. Почему-то я ему верю. Не знаю, у меня просто ощущение, здесь я не могу ничем это логически подкрепить, но почему-то я ему верю. Да, он преступник, да, все дела, и я говорю, вот то, что я сейчас сделал, я не могу никак подкрепить логически, но тех же, вот, например, Пендальтонов я пощадил чисто из тактических соображений, потому что мне нужно было со Скледжио договориться. А сейчас мне ничего не мешало его убить, но мне не захотелось этого делать. Отрывок из книги о покойной императрице. Многие из тех, кто жил в ее правлении, будут до конца дни оплакивать прекрасную властительницу, которая приняла ужасную смерть в руке собственного слуги и защитника. Прежде, чем ее отец зашел на трон, Колдуин был весьма... Колдуины были весьма далеки от верховной власти. Ну, что так, что прежняя династия уголаснее... Мы, кстати, это читали, если что. Я сейчас вспомню об этом. Так. О, тут хилочки лежали. У нас там есть внизу... Вот в туннель 5 метров. Что, прямо здесь? Мне интересно, где руна. 33 метра вниз. Я бы, во-первых... Нет, слушайте, надо ли мне сюда вообще? Может, я как раз сейчас за руной иду, сейчас посмотрим. Прямо под нами. А как туда попасть? Черт, вот это мне очень хочется получить. Я, на мой взгляд, собрал... Ну, если не все, то очень много рун. Мне не хотелось бы пропускать ее. Если у меня есть такая возможность. Но... Сейчас я немножечко в растерянности. Как мне туда попасть? По-человечески. Так. Сюда, мне, похоже, не надо. Пойдемте. Нам нужно в соседнее здание. Может, там найдется и проход какой-то или в подвал, или что-то такое. Так что... И голову ломать не придется. Давайте сходим. Я так понимаю, что здесь не осталось никого. Здесь можно спокойно просто пройтись. Ну да, это вот то место, где мы подныривали. Руна где-то там. За горизонтом ты где-то там. Да, ладно. А, тут, кстати, еще наверх можно подняться. О, он этого носатого придурка тоже недолюбливал. Так. Так. Так, хорошо. Последняя запись. Дневник Дауда. 18 лет я провел на этом проклятом острове, в этом городе, полном отбросов. Мои руки обогрели кровь ученых, аристократов, педофилов, членов гильдии, неверных жен и мужей политиков, которые были слишком честны, служители закона, которые чересчур отстаивали справедливость. Чем императрица лучше них? С какой стати я должен ощущать на себя вину за этот умирающий город? Лорд-защитник Корва, родом Серконоса. Блин, это я. Как и я? Ага, вы земляки еще. Возможно, я знал об этом и раньше, но сей факт не имеет значения до тех пор, пока я не взглянул ему в лицо. Он пробудил во мне далекие воспоминания о доме. Я узрел полного надежды юношу, каким когда-то был сам. Что я увижу, если вернусь сейчас домой? Что я найду там? Увижу ли я место, сгнившее изнутри и в точности как Downwall? Или в мире ничего не изменилось, изгнил только я сам? Я говорю, что в нем что-то надломилось, он изменился. Я верю, что он сейчас просто реально исчезнет из города и станет другим человеком. Выдержка из исторической книги об острове Kingsparrow. Остров Kingsparrow расположен на середине реки Ренхеве. До прошлого века он использовался исключительно рыбаками и лишь изредка там проводились религиозные церемонии. Во времена морлийского мятежа на острове был построен форт и обустроена гавань, призванная защитить город с моря. Вскоре после трагической гибели императрицы Джусамин и Коудвин это произошло во время эпидемии крыси на чумы. Действующий лор Дрэген Даунвол Хайрем Бэрроуз приказал построить на острове современные укрепления и маяк. Маяк Бэрроуза, строительство которого завершено не так давно, представляет собой настоящее чудо. Внутри него работают отдельные устройства Соколова, а энергию маяк получает из ворвания, как в общем-то и все здесь. Выдержка из исторических документов... Кстати, получается маяк, на котором мы были, это недавнее сооружение. Из исторических документов о государственных чинах и должностях. Во все времена повелители рисковали стать жертвами покушений. По меньшей мере раз в поколение в империи случались убийства видных политических или религиозных деятелей. Вот почему в городах-государствах островов возникло столько разных способов защищать властителей. В стольном городе Даунваль император может назначить королевского защитника. В отличие от гвардейцев башни или дегустаторов пищи, королевский защитник фигура публичная и обладает огромными полномочиями. Он повсюду сопровождает монарха. Когда наследник престола исполняется 12, ему подбирают защитника. При этом решающий голос остается за будущим монархом. Хотя в большинстве случаев королевским защитником становились мужчины. История знает случаи, когда с этой должностью справлялись и женщины. Интересно, это немножечко такой задел. Ну ладно. Единственный раз в истории Даунвала правитель был убит собственным защитником. Несдолго до написания этих строк во время страшной эпидемии чумы, наша императрица Джусамина Колдвин пала от руки своего собственного защитника Корова Аттана, который сейчас ожидает заслуженной казни в тюрьме Колдриш. Здесь стоит отметить, что Корова Аттана, первый защитник в истории Империи, родившийся за пределами Гристоля. То есть чужой. Ага. Таблин. Из книги об истории кварталов Даунвала. Торговый квартал Радшор был сердцем всей торговли Империи. Ни в одном другом квартале не собиралось только поверенных счетоводов и, естественно, стражников. И ни в одной другой части Даунвала не видели таких денежных потоков. После наводнения процветавший квартал погрузился в хаос. Начались грабежи и мародерство. Самые проворные успели вывезти свои товары и средства, а остальные, особенно те, кто вложил деньги в богатые дома и произведение искусства, лишились всего. Когда последний из состоятельных граждан покинул квартал, Радшор превратился в мрачное и уродливое подобие самого себя. Здесь поселились воры, одичавшие собаки и крысы. Роскошные торговые палаты стоят заброшенными или же стали приютом убийц, бандитов и других людей, которые по разным причинам скрываются от городской стражи. Не прошло и пара месяцев, как это печальное место стали называть по-новому. Затопленный квартал. Так, 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 наверх нам не надо. Тут какие-то секреты есть. Книжки мы посмотрели, это гора трупов. Так-то по-хорошему просто валим сейчас отсюда. Ну, а, вот, короче, второе окошко, куда я мог зайти, да. Тут у нас все ребята спят. А, теперь я могу сюда пройти. А, 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 стоп. Тут же у нас были эти конторки, которые мы могли открыть только ключом Дауда. А, карманы часы из семьи. Ммм, мне почему-то это казалось, как медальон. Ну, не медальон, как этот. Ну, вы поняли, руна. Ну, такой формы было. Руна 27 метров вниз. Ну, так она там. Получается, на выходе. То есть, все это время мне нужно было просто реально достать ключ. Вон эта руна. Я бы получил руну. Да. Блин, это немножечко печалька. Я мучился, пока пытался понять, где она. И новый чертеж. Паста накаливания. Ага. Напал с там. Так, к туннелю нам туда, это сюда. Пистолетные патроны у нас закончились. У нас остались зато еще дротики, что хорошо. С этих ребят набрал дротиков. Outflow area. Затопленный район. Ключ Дауда. Значит, по сути, я мог вообще не конфронтировать с Даудом. Это было побочным эффектом, побочным заданием. Я мог, да, давайте, туннель. Я мог просто забрать его ключ и просто свалить отсюда. И не убивать кучу этих, ну, людей, его, вот этих прислужников. Ммм, не знаю. Что с музыкой? Что с музыкой? Как будто у меня на хвосте 10 толпоев висят. После потопа пройти туннелем под логовом Дауда. Ну, прошел дальше. Перебраться через... Чего? Перебраться через карантинную стену и покинуть затопленный квартал. Просто, короче, свалить отсюда, да? Вы это имеете в виду? Ворота Ротшера. У меня вопрос. Как нафиг сам Корва до сих пор не заразился чумой? Ну, у меня... Ох ты ж, блин. У меня подозрение того, что его темный хранит. Здравствуйте. Хорошо. Такое количество трупов в средневековом чумном городе меня не удивляет. Давайте начнем с этого. Во-вторых, я думаю, мне нужно туда. Я не уверен, что мне с ним... А... Они будут... Враждебные или нет? Они... Они должны... Враждебные или нет? Они сделали. Они защищают здоровые люди от людей, как нас. Эти болезни. Я не... Так плохо. Некоторые люди будут вернувать, да? Блин, я хочу попасть туда. Сейчас, я зайду здесь. Посмотрим. Баг с ворванью. Эти не враждебные. Хорошо. Я не могу стоять здесь. Баг с ворванью. Сейчас несколько минут. Я просто хочу выйти на это и выйти из него. Хорошо. Главное, смартный человек. И что мы делаем, когда мы ударим струкновение на какой-то короткий дверь? вы тоже не враждебные ну как бы да их можно убить но зачем они вроде как привет ферг сколь коль скоро ты зачастил затопленный квартал хочу дать тебе совет если вдруг придется уходить через ворота роджа тебе поможет этот монтажный инструмент открой дверь и на той стороне увидишь схему световой стены а лучше просто возьми меня с собой я знаю как с этими мудреными штуками обращаться спасибо спасибо окей интересно ворота ротшера я упускаю мне нужно вернуться до здесь мы идем дальше там у нас толпой и всякое такое извините но я вас обкраду убивать я там конечно не стану пока вы на меня не нападаете но обнести я вас обнесу как мне туда попасть давайте подумаем наверное через здесь да кто здравствуйте кто жал а как я туда попаду тут же нет а я понял здравствуйте что значит вот эта корона я забыл блин тут можно вот так дорогая альфа нам все равно что ты подхватила заражу просто возвращайся домой мы тебе позаботимся я не боюсь твоя сестра говорит что ты хочешь спрятаться в затопленном квартале умереть там в одиночку прошу не делай этого а ради нас отрывок из сказочной повести дух из глубин сирена из снов я оставил дауну позади несколько часов бродил по песку пока грустный шелест волн не заставил меня разрытаться я плакала зная что ты не придешь ко мне о любовь моя ты заслужил ты властвуешь над моими грезами во сне сердце мое живо хотя днем она безмолвствует позднее вижу красоту твоего дома в глубинах и океан покоится на твоей спине как спящий ребенок на руках отца а в бессонные полные отчаяния ночи ты являешься мне в облике могучего левиафана но в теле юноши с глазами черными как сама бездна неплохое чтиво ты себе взяла спасибо спасибо по крыше можно добраться до места под которым проезжает чумная повозка это подсказка от тебя мне ничего не надо поверь мне а вот кстати и руна здравствуйте костяной амулет блин опять за амулетом наверное я не пойду а вот за руна я бы сходил она все-таки ну то есть то что мы читали что она собирается пойти затопленный квартал и переждать здесь она все-таки так и поступила вот эта женщина я не знаю останется ли она жива или не останется но он был кит ас-пром-дет никто не спасет от смерти привет амулет где-то там нет я за ним не пойду спасибо хотите ли вы мне сказать что я могу здесь уехать на повозке давайте посмотрим если это работает почему бы нет вон то место где мог пройти а вот собственно и повозка сейчас они выкинуть сюда трупы да я могу сделать так а неплохо ау так нельзя было делать это я почему-то понадеялся блин да давайте меня с последнего сохранения где она вообще была а то есть мне по идее отсюда просто свалить надо было вовремя ух ты ж я там толпой и ходят и не отключая круто а а тут какая-то крутая комната там чувак мертвый а как мне туда попасть мертвый а мертвый а как мне туда проникнуть черт Играет музыка Блин, я в плохом месте спрыгнул так по-хорошему Загрузка Да Я в плохом месте спрыгнул Мне надо сюда Фух Он меня заметил, но он сюда не пройдет Да, вот так гораздо проще Так гораздо проще нужно было вытащить батарейку Потом попасть сюда Да успокойся ты, меня тут нет уже давно Ну, да К старому порту Да-да-да, все, давайте валим отсюда Недружелюбное место Спуск в катакомбы А через катакомбы я вернусь Вот как раз и задание появилось Вернуться в песью яму Потому что я как раз думаю, через катакомбы Я сейчас и вернусь в песью яму И все будет нормально Шесть Ёлки-палки Руна 115 Амулет Амулет Дофига здесь чего Они оставили в песню Они оставили в песню Скатываются как инстекции И это было интересно, что мне здесь ожидать Здесь будут стражники или Зараженные Не похоже, чтобы здесь были стражники Такое место Я бы не сказал, например Здравствуйте Вихрь-1 Звучит как название газа какого-нибудь там Странно У нас с другой стороны Куда ж я не попаду Нет, наверх он, короче, отвратительно Телепортируется Не хочет он этого делать Ладно Руна 114 Костяной Что все это находится за стеной Здесь Сейчас пробовать бесполезно Давайте, да Пойдем дальше Получу так получу Нет, так, ну Солеви Кстати, насчет Умений У меня сколько сейчас Две руны имеется, да? У меня здесь пары ветра Я бы, наверное, кстати Парыв ветра улучшил бы Смертельная тень Противник, который вас не заметили После смерти Обращается в прах Из 100 прыжки Вылечивается И урон при падении Снижается Блин, я бы, на самом деле Это бы еще Качнул бы Жадная стая у меня еще есть Но я этим тоже Ни разу не пользовался Призывает еще больше крыс Которые набрасываются На противника Разбегаются Спустя короткое время Крыса быстро Уничтожает трупы Это сейчас для уничтожения Трупов Тема Ну и набрасываться На противника, да Но Ладно, подожду Нет, ничего Пока что такого Важно-критического У меня две руны По идее Я бы хотел, наверное Четыре руны, да? Вы ко мне? Видимо, да О, да-да-да Меня мухи повреждают От них в основном Они сами Трупаки, блин Плакальщики Прибежала такая толпа Где бутылки у меня украли, твари Так, это место Да, вот оно Все, я понял А, я сюда мог бы пройти Не разбивая деревяшки Эти уроды не прибежали бы Ну, блин, ладно Да Знал бы, где упаду Соломки подстелил бы Спуск в катакомбы Так, 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 так Я так понял, что мы доберемся до пёсей ямы Всех этих псов перебьем нафиг Э, это уже Это же, надеюсь, не загрузка будет Если мы сейчас спустимся в катакомбы Вы хотите сказать, что я уже сюда не вернусь Ага Ага Хорошо Знаете, вот этот Все эти вещи показываются мне внизу Единственный способ, который я вижу Это сейчас нырнуть в катакомбы Ты пройти туда не хочешь, блин, толстокорва Спасибо Все еще ниже А, ну вот, возможно, вот этот вот спуск Он мне как-то и позволит Ну, типа того Может Я знаю, у меня само такой скилл есть Мы пришли сюда, чтобы убить его Слакчжо уехал Слакчжо уехал Слакчжо уехал Слакчжо уехал Слакчжо уехал А, понял Включат катакомб Спасибо То есть это явно туда дальше Это тоже явно дальше А вот это может быть и здесь Тут я никак, нигде, ничего не Хорошо Чего? А это, видимо, была какая-то ловушка, которая сработала Да че ж непонятно Вам все понятно Все, зараза, предельно понятно А мне туда Сюда Сюда Эта тварь не достанет Прямо за стеной А, он в сейфе Ты че издеваешься? Я думаю, сейчас быстро открою Все Фиг там Ок Подсказ Блин, сейфы давно не попадались То ли я плохо стал искать То ли они давно не попадались Джелли Старый ты болван Вот Это вот опять тебе Старый ветош говорит, что ты разлюбишь виски В месяц ветра В месяц семян У тебя в глазах помутится В месяц льда Ты испустишь дух Если хочешь получить свою долю Ты знаешь, что делать Это три цифры Три месяца Нам надо календарь найти Значит так Месяц ветра Месяц семян Месяц льда Книжка А, вот, вот, вот Согласно с древним каналам В году 13 месяцев По 28 дней в каждом 13 месяцев Ого В конце года верховный смотритель Объявляет начало праздника Так Еще раз Нет, нет, нет Где были записки Заметки Вот В месяц семян А, месяц ветра Месяц семян Месяц льда Месяц ветра Раз Раз, два, три, четыре, пять Стоп Раз, два, три, четыре, пять Пять, два Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь Восемь Пять, два, восемь Пять Два Восемь Ха Это сработало Спасибо Окей Окей Это было не так Вроде как Не так Трудно До свидания Давайте сохранимся Пожалуй Пожалуй Вот это говно Сейчас больше всего Недолюбливаю Вот честно Не надо мне говорить Что руна Будет Где-то В воде Под водой Какое-то место Которое пропустил Я не хочу Спасибо Всплыви Пожалуйста Короче Да Скорее всего Это вот Единственный амулет Который будет С этой стороны Остальные Руны амулета Они будут С другой стороны Я очень на это Надеюсь Мы идем Скледжеву Я еще Так же Надеюсь Что со Скледжевым У нас Сохранились Хорошие отношения И он Не будет Беситься При виде Нас Или что такое Влистовка Книга Прочитать Нельзя Вернуться В папину Ага Та-та-та-та-та У ветоши Мерзкие же Ооо Какой конфликт У нас Назревает Выдержка Из рукописи Без заглави Написано Корявым почерком Крепче Сосновые кости Полный коварство Череп Китовая желчь Груды костей Очищенные Добила Разжечь огонь Растопить жир Больше Большие Черные комья Икры Больше Дыма Больше Дыма Перья Павшая птица С безумными глазами Семена Крапива Колючки Чуть перемешать Отпусти Скледжеву Здесь моя любовь Ты готова Добавить Смех Смех Грани У тебя Добавила Я Смех Я Если Ты Вновь Вновь Я Не Доверяю Нет, это безумие. Не поможет, грани? Ну, я не запомнилась. Ладно, лучше уйти. Посмотри. Есть камео с молодой девушкой. Это ее. Уничтожь ее с фернесом. Сказано в одном из книгах, что это единственный способ, чтобы избавиться от нее forever. Я знаю, что камео не выглядит как ее. Но это должно быть ее, когда она была молодой. Это где она получила свои силы. Открывай ее в фернес. Берни камео, и ты ее убил. Не уйди. Ты не можешь убить меня. Но я... Я контролю камео. Они приходят и... Мне ее сжечь. Положить камин в старые ветоши, да? Берни камин в старые ветоши, так ли? Ох... Ох... Берни мне, Яосифовск. Берни мне. Берни... Берни мне. Берни мне. Берни мне. А я не могу убить его. Сейчас грани будет тебя убить, как все остальные. Не, у тебя не получится. Давно надо было это сделать. Я буду лучше помогать скелетчеву, чем вот этой вот твари. Не знаю, она мне как-то прям... О! Отрывок из рецензии на трактат, запрещенный Торговым Советом Ротшарда. О Прокотте, авторе памфлетов против китобойного промысла, мало что известно. Этот автор обладает определенным талантом, но его воззрения абсурдны, они подрывают экономические устроя империи. Первое. Разведение. Прокотте предлагает развить китов в неволе, а не охотиться на них в открытом море, где они живут естественной и свободной жизнью. При этом он не спешит объяснить, каким образом мы должны выпасать этих хоровных свирепых животных. Второе. Угрозы вымиранию. Он говорит о разрушении социальной связи в китовых стаях. Прокотте использует термин «семьи», говоря о китах. Для них это кажется, конечно, абсурдом, хотя мы-то знаем, что это правда. Гармония. Пустые рассуждения на тему эстетики. По мнению автора, огромные свирепые океанские чудовища обладают деликатной натурой. Ему следовало бы поговорить с моряками, которые возвращаются в порт с круглыми от ужаса глазами и рассказывают о свирепости китов. Четвертое. Нарушение природного равновесия. Прокотте без всяких на то оснований утверждает, что стремление китов является серьезной угрозой для природного равновесия. Мы-то с вами знаем, что Прокотте как раз крайне прав насчет всего, что он говорит, но эти люди недостаточно умны и образованы, чтобы это понять. Кстати, вот и картина. Ха-ха-ха. Так, дневник из... А, выдержки из дневника исследователя. Испытать естественного испытателя. Толкование доктора Хазиана о резных рисунках Пандуси. Полная чепуха. Центральная тема этих рисунков является не обновление, но предупреждение. Фигура в центре не милость в идух, а монстр. Самоцвет же некий фетиш. Возможно, ключ к темной силе. Читать изображение следует так. Герой крадет самоцвет и чудовище кладет в неугасимое пламя. Монстр становится смертным, а герой может убить его, прерывая ужасный круг. Надпись на полях корявым почерком. Вера проявляет необычный интерес к моим записям. Странная прихоть для дамы и ее положение. Надо поговорить с ней. Это он, Вера, это в смысле ветошь. Вторая надпись с другим почерком. Скукотища смертная, дорогуша. Наконец-то мы избавились от ветоши. Она меня пугала просто. Ну, не то чтобы пугала, это вот отвратительный такой персонаж. Я же еще тогда, в самый первый раз, когда встретил, я ее придушил. Но, как вы видите, она была... Бессмертной. Вот. Но... Сейчас. Я бы даже вот так вот предпочел бы сделать. Сгори, сволочь. На всякий случай, я понимаю, что ты уже сдохла. На всякий случай. Так, открывающий рычаг. Так, я так понимаю, что мы сейчас будем толковать со Скледжева. Мы его спасли. Помогли ему, по сути, уже второй раз. Я думаю, у нас с ним будет все хорошо. Он нам поможет с ключом. Давайте я сохранюсь. На этом мы сегодня с вами серию закончим, ребятушки. Пойдем к Скледжеву уже в следующей серии. Будем выбираться в следующей серии. Так что, спасибо, что были с нами. До встречи. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok